Всем привет, это Алексей Халецкий, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. К видео сетевой игры за Македонию было много комментариев, чтобы я показал ещё какую-нибудь партию за нацию, которую стоит банить. Больше всего было за Корею, поэтому, в общем, я и записал игру. Опять же, повторюсь, случайное лобби, потому что, если будут собираться опытные игроки, никто вам не даст сыграть за Корею никогда в жизни. Единственное, прошу прощения, каким-то невероятным образом у меня обновились драйверы, и звук записывался не на мой обычный микрофон, но вот не такой, какой вы сейчас слышите, а на микрофон моей веб-камеры. Вот так вот, поэтому качество моего говорения именно будет хуже, чем обычно. Прошу прощения, но уже этого не исправить. В любом случае, приятного вам просмотра и с удовольствием почитаю ваши отзывы в комментариях. Смешной старт за Корею. Типичный старт для России скорее, чем Корея. Где еда вообще? Что вы? Как тут расти? Клетки? Блин. Ну, мне похоже, надо сюда хотя бы идти. Туда надо ставить город. Ну, это трындец просто. Я такого старта еще давненько не видел, мягко говоря. Для России может быть еще, но даже для России тут нету еды. Как это за старт для Кореи, блин? Ну, я тут поставлю город прямо на меди. Что делать? Туда вот еще идти смысла особо нету. Тут салмы есть, которые... Да, проблема в том, что тут салон не будет работать, например, если я тут буду ставить. Потому что здесь я фермы не могу на тундре сделать. Поэтому надо будет... Может, даже еще все-таки пройти к... Сейчас я вообще похожу, наверное, дуболомом, гляну, что там сверху. Хочется просто вот сюда поставить город вообще. И вот сюда. Какой-нибудь второй можно поставить, но не столицу. Так что, блин... Так, понеслась. А тут нифига и не видно. Блин, ну что, ставить город, не ставить? Ну, мне не нравится тут место, я ему честно скажу. Теряю еще один ход. Очень хреновая вот тут. Ну, для второго города может быть, но для первого просто бред какой-то. Просто бред. Так, давайте, животноводство, потом горное дело, гончарку. И ничего не строим. Вставляем производство на поселенца. Будем. Так, ну тут вот река есть, да, можно что-то поставить. Скорее, еще хорошо тем, что нам не обязательно прям много городов ставить. Можно и поиграть в высокую империю. Некоторое время. Все равно будет дофига науки. Ну, салон, видимо, вот сюда мы поставим. Так. Да, вот тут выглядит место для города неплохое. Ну, конечно, лучше сюда буду сидеть, чем сюда. То есть, это место останется на будущее. Ну, это просто, просто вот эта грусть появилась. Ну, так, и тут можно что-то делать. Как-то жить, тем более Кореей. Так, поселенец. Шесть ходов. Долго, конечно, долго, но что сделать? Так, ну, пока предварительно здесь город и здесь город. Конечно, далековато, но здесь тут никого не будет. Есть салоны, есть где салоны ставить. В принципе, так что неплохо. Надо только подумать вот этого первого поселенца, куда везти, сюда или сюда. Ну, мне больше тут нравится, но здесь не выглядеть так, что кто-то рядом может быть, а здесь выглядеть так, что будет кто-то. То есть, сможем мы забанить Defense of the Face, защитник Веры. Животномодство открыли. Мы молодцы. Теперь можем коровок разводить всяких. Ух, ух, мы какие. Все, без всяких правил. Играя в партии, без всяких правил. Чувак тут просит. Не знаю, почему считаешь, что защитник Веры оп, при этом Корею разрешили мне, например, взять. То есть, ну, я считаю, что тоже защитник Веры в обычной игре, без всяких модов оп. Ну, так, два хода осталось. Наверное, возвращаться для защиты. Если сюда вот встану на холм, гляну, что тут? Тресный трейка или это побережье? Это побережье, то есть, вот так вот тут идет побережье. Нормально. Если я тут поставлю город, блин, это, блин, на побережье нигде не влезет. Так, надо подумать с городами. Надо подумать уже. Тут, в принципе-то, неплохие места еще. Можно влезть. Тут надо как-то города расставить, чтобы влезло и сюда еще. То есть, здесь вот конец карты. Здесь, видимо, текает река. Так, давайте выберем... И дальше мастерство. Здесь поставим пять против варваров и на пантеон. Так, три жителя. Тут правильно обрабатывается. Может эту клетку купить? Не пускай сама добавится. Медленная, конечно, медленный старт у меня. Медленная, кровенно-медленный. Так, давайте все-таки думать. Раз, два, три, если я сюда ставлю... Не, мне не хочется, потому что если я сюда поставлю, то можно сюда поставить. Не влазит, кажется, все равно. Может, ну хорошо, здесь, да? Я ставлю здесь. Кто влазит сюда, город? И вот тут он все перекрывает. Блин, ну что, неужели у горы ставить? Я не хочу у горы ставить. Сейчас вам скажу. Буду с вами предельно честен. Ну, а больше никуда. Как-то без вариантов получается. Так, давайте еще раз подумаем. Между городами расстояние в три клетки. Если я сюда ставлю... А он мне все равно не влазит. Мне вообще на овцу надо ставить тогда. Не, мне не нравится. Давайте тут поставим, попробуем. Сейчас кто-то вылетает уже. И вот она, в 12-м ходу. Быстро. А, асинхрон. Вот, что происходит. Ну, реально, мне не очень нравится вот сюда куда-то везти дальше. Это хорошее место. Вон там у нас Галандец. Кстати, лояльности пока не видно. Я тут ставлю... Стоп. Да, все правильно обрабатывается. Все правильно, да. Конечно, так и остается. Был Галандец, но обещает, что мы не встретились. Странно. Тут горы я от кого-то горами защищен. Там, кстати, что? Река или... Да, тут река какая-то еще. Я лучше спокойно поставлю вот так нормальные города. Да, можно вместить, чтобы было место, но... Какие-то горы-то глупыторожные получаются. Мне не нравится. Так, давайте встретим голландца. А, нет, тут озеро. Озеро. Тут, наверное, хрен пройдешь. Так, ну и давайте письменно закрывать. Сразу. Это наша основная цель. Так, поселенцы строим. Вера идет. Для пантеончика. Деванда поклоняется пантеону богов, связанная с верованием Бога Открытого Неба. Не помню, что это за пантеон, но это не один из... Тех, которые банят обычно. Так, рабочие поселения. Ну, надо сюда вставить. Ну, куда-то сейчас я схожу. Мне просто не хотелось бы, чтобы дуболома вон где-то тут бегал. Ой, дуболом. Скаутом. А, он дальше куда-то пошел. Хорошо. Но он пришел, откуда он оттуда. Видите, а тут так сгенерирована карта, чтобы... Ко мне вообще не пройти. Тут еще где-то на озере можно город поставить будет. Все нормально. Возьмем, что тут за хамган, что хотя бы один холм есть. Те, как я знаю, то есть вот тут салон, тут я поставлю. Ченчжу. Ченчжу я поставлю тут салон. Поэтому я деньги не трачу, что надо будет клетки купить. Для салонов. Так, отменяем мастерство. Идем на международную торговлю пока. Каждый салон 4 науки мне будет давать. Сейчас будет все улетать у меня. Так, мне бы, конечно, следить за его скаутом. Я надеюсь, куда-то он вверх пошел. Чтобы он моего поселенца не трогал. Серьезно, конечно, место сгенерировалось. Странное такое немножко. Это хорошая клетка. Только 6 ходов еще ждать до ее добавления. Время брать пантеоны. Так, бог кузницы могу взять. Веры отцеток с притягивающим. Видите, они... Никто не взял все опнутые пантеоны. Так, много ли тут вообще... Тут, на самом деле, не так много урожая собирать. Знаете, что я возьму тогда притягивающий. Не хочу бог кузницы. Я не собираюсь особо воевать. За Корею лучше в развитии играть. Поэтому богиню земли возьмем. О, варвары. Ага, тут все-таки есть дальше. Отлично. Тут еще влезет город тогда, если что. Здорово. Отлично. Раннюю империю ускорил. Военную традицию ускорил. А, ну, в раннем империи так. Народную торговлю пока открывает. Нехватка счастья уже. Ну, тут надо орошение открывать. Меня ее не ускорит никогда. Нет, ну, рис вообще есть, но фиг знает, когда откроется. Поэтому давайте рис. О, орошение в смысле. Счастье, видите, у нас тут. Плантации, красители, пряности. Все требует. Видите, сколько мы сейчас веры. Пошло. Сразу все клетки с притягивающим престижем начали давать веру. Так, готов. Я не думаю, что тут бегает где-то голландец. То есть, я как раз тут поставлю город, и потом еще, ага, не влезет. По-моему, лояльнее сказать, уже что это город там стоит. Три. Ну, сюда влезет, например. Но все равно куда-то ближе ставить неприкольно на самом деле. Так, давайте строителям. Производство. Все. Так, сначала камень обработаем. Обработку камня. Потом надо будет купить клетку все-таки. Ага, вот пастбищ в следующем ходе. Ну, вообще, лучше бы лошадей обработать на самом деле. Вот кого я встретил. Японию. А где? Сниже пришло. То есть, тут где-то Япония. Ясненько. Рабочий есть. Давайте, наверное, салон строить. Четыре науки дает салон. Это просто... И строится в два раза быстрее обычного кампуса. Но я не знаю. Если это не ОП, то что тогда ОП? То есть, почему, например, районы вначале долго не строят? Потому что они, ну, серьезно бьют по экономике. То есть, вот, практически сразу тут открывается у нас... Ну, Больна-Сайрус встретил. Практически сразу открывается кампус. Ну, его строить... Вот сейчас бы я строил 8 ходов. А так даже уже два хода. Блин, лучше лошадей обрабатывать. Видите-ка, лучше лошадей. Вообще, два хода. Сейчас появится... Кто хочет Буэнос-Айрес? Блин. Нет еще вкладки городов-государств, прикиньте. Вдохновение для трудовой повинности. А это как раз, по-моему, район, да? Ага. Зашибись. Отлично. Ну, жалко, только я его не первый встретил. Так, а тут еще лежу. Да, производство начало. Капать. Ну, вот район не открыл. Ну, это... Это ничего. Это нормально. Райончик. Ну, если не открыл континент, чтобы ускорить международную торговлю. Ну, это часто бывает. Давайте глянем, что у нас тут по континентам. А, ну вот я уже рядом с континентом. Видите, как всегда появился на стыке двух континентов. Поэтому... Крен... Мне это засчитает. Так, объединяем, стоим в защите. Тут... Мы думаем, кстати, может тут и обработать. Давайте ускорим мастерство. О, нет, мастерство еще не ускорить. И давайте, наверное, этим... Один заряд остался, я вернусь. Обработаю пряности. А этим как раз обработаю. О, комский скаут бежит. Надо рабочих конец, ну, не рабочих. Сейчас я возьму, поставлю карточку на строительство юнитов. У нас там первый ученый, которого возьму я. Дает три озарения для случайных технологий из античности и с линейкой. Хороший ученый. Я и второго возьму ученого. Потому что я Корея. Так, используем мастерство. Против варкнет сто процентов берем. И производство всех городов. Начинаем строить прачников. Так. Здесь возвращаемся к пряностям. Здесь ставим город. Каны. Правителя делаем. Так, ну и, наверное, надо кенжу идти. Потому что сейчас варвары попрут. Эта тварь пойдет сообщит о нас. Да, к сожалению, видите, я ускорил раннее империя мастерства. Один ход. Не понял. А, это международ. Так, стопортируем. Откуда сто процентов международной торговли? Блин, где-нибудь те юниты. Ладно, следующим ходом заменим. Не страшно. И обработку брону давайте открывать. Я поставил сто процентов на морских. Ну, просто увидел карточку, поставил. Мастерство. Ну, карточку я поставил. Трудовую повинность откро... А, нужно, наверное, прорезать трудовая. Потому что раннюю империю надо открывать. Зачем не трудовая повинность. Раннюю империю поехали. Так, кенжу у нас что с ростом? Сдовольства нет, но оно будет. Поэтому давайте так лучше сделаем. Здесь нет удовольствия, поэтому одно производство установлено. Здесь удовольствия есть. Еще маловато у меня удовольствия всего лишь красители и перец. Это все недовольство, ничего. Больше вот нету... Ну, вообще, вот серебро. Но тут, опять же, повторю, новое место. Может, тут поставлю город, конечно. Так, значит, японец... Так, значит, японец... Ну, потому что мне сюда надо прачник оставить. И этого сюда неудачно будет. Так, прачник. Давайте еще прачник. Здесь воина. Ну, чувак. Он не походил. Или... Да нет, атаковать он не будет. Он вообще сюда встал тогда, спрашивается, блин. А, да. Примерно. Разве на скаута действует? О, он врет. Не будешь, он должен тогда изображаться, как будто походил. Не, ну у него типа есть ход еще у перскаута, а проатаковать. То есть зона контроля... Слушайте, я не помню, действует у него зона контроля или нет, на самом деле. Так, нормально лечимся. Здесь у нас, значит... Здесь у нас, значит... Так... Так, счастье получили. Нормальненько. Мне нравится старт. Он за Корею всегда неплохой. Давайте мы, наверное, еще вот эту клетку... С лошадками прикупим. Так. Три прачника, дуболом строится. Давайте еще одного дуболома здесь. И после этого салон строим. Вот, железо тут прямо рядом. Отлично. Просто каменную кладку открываем. Поехали. У меня еще четыре хода до начала строительства. Он сейчас будет... Ну, варвар будет какого-то из моих прачников атаковать. Что меня вполне устраивает. Начало строительство поселенцев. Ну, явно куда-то сюда надо ставить город. Явно куда-то сюда. Вот на этом озере. Не знаю, где там голландец ходит. Ну, как я и говорил. Так, давайте торговца. Здесь давайте салон. Тут лечимся. Тут строим. Так, тут на железо идем. Что нам надо ускорить? Убить дуболома при помощи прачника. Каменная кладка. Рудник. Вот. Это я сейчас ускорю, построив железо. Заодно и мечников ускорю. Деньги торговым путем ускорю. Что за шибись? Прям кайфец. Но Корея, конечно, не об. Совершенно не об. Давайте просто даже глянем для примера. Вау, 15 науки. Ну, у Голландии... То есть, у Голландии офигительные реки, видимо, где-то. Но при этом... Давайте посмотрим. Мы одновременно, кстати, построили. То есть, он... Но при этом, поймите, он тратил 8 ходов, там, грубо говоря, на строительство. Кампус. А я 4. И вместо тех 4 ходов, которые он строил, кампус, я теперь построил армию. Давайте глянем на его армию. 27, у меня 50. То есть, он вообще не строил, у него чисто эти... Скауты. Все. Еще, убиваю его, надеюсь. Давай. Отлично. Прокачали стрельбу из лука. Идем дальше. Влечимся. Железо. Стоит ли мне сюда идти вообще? Давайте я лучше дуболома туда поведу. Так, эту... Прокачаем чуть позже. Пока стоит. Ждет чего-то. Мореходство. Давайте, наверное, деньги открывать. Коммерческий район у нас следующий. Ага, он скоро. Ну, не знаю, я не считаю, что за Нидерланды так надо рашить кампус, откровенно. Потому что он этого ученого сильно хочет. Ну, если он сейчас будет еще и производство в эти... Складывать в проекты. Это вообще будет, конечно, грустно. Так, следующим ходом у нас... Темный век. У нас появился... Так. Столицу Ли. Просто я не вижу, что мы тут в столице нам вырубать. Один лес. Два... Две меди и все. Ну, ладно, давайте пока в столицу. Дальше пошли в политическую философию. Тут салон построим, меняем карточки. Тут ставим поселенцев против юнитов. Против варваров. Да, юниты я везде построил. Еще раз. Поселенцев. Против варваров. Применили. Поперли. Так, ускорили обработку железа и колеса. Как не мешается мне тут эта япония сдолбанная. Деньги ускорили. И... Пусядем состроен. Здесь... Тоже, наверное... 18 науки. Что там у остальных? Голландец 16. Ну, вот, Япония... То есть голландцы все-таки есть реки, да? На которых голландцы могут кто-то поставить такое мощное. Темный век. Монументальность. Так, к сожалению, видите, то, что я потратил очки салона в предыдущем веке, жалко. Терри очка нам бы в героический век очень неплохо было бы выйти. Вопрос, стоит ли мне вот эти две науки просто от того, что рядом с салоном. Зло, правопроходы... Ну, в принципе, почему нет? Какая гуляет. Будем дружочками-пирожочками с ним, наверное. О. Да. Без изменений продолжим пока. Это... Единственное, которое мод тут стоит в этой игре, это вот напоминание, что можно сменить карточки. У хоста такой стоял. Блин, вот жалко, что города-государства я больше не нашел. Это, конечно, желательно было бы пооткрывать. Для ускорения политической философии. Ну и с культурой, конечно, у меня намного хуже. Вот тут девять культур, и тут семь. Что они тут делают? Атакуют моего храброго воина. Ну, мы так просто не сдадимся. Дороги усовершенствованы. Деньги открыли. Вышел в античность. Так, обрабатываем лошадок. Да, ну и здесь салон. У меня два варианта. Либо тут поставить салон, либо тут. Ну, третий еще тут. Надо решать. Даже, наверное, здесь лучше. Потому что тут две шахты можно будет сделать. Да, наверное, салон сюда надо ставить. Что мы дальше открываем? Знаете, наверное, колесо. Обработку бронзы. Верховая езда. Вот это вот все. То мореходство. Так, ну, этого поселенца сюда поведу. Этого поселенца, видимо, сюда. Ох. Атакеры грозные. Так, это как стоит. С этим подходим. Этого тапаем. Подходим. Вернем туда. Ну, то есть, как... С этим кинджу красиво выглядит. Мне нравится. Так, еще одних лошадок обработаем. Красиво города стоят. Нравится мне мое расположение. И вообще. Так, два хода до поселенцев. Донус по счету. Так, есть более развитые ребята. Хотя нет, по городам я первый. Когда не знаю, за счет чего у них там счет. Такую большую трудовая повинность. Чудеса дает. Ладно. Ладно. Все остальное вроде нормально. Салон тут строится. Можно идти в шахту ставить. Кстати. Ну, вот, смотрите. Просто две науки из-за того, что рядом с салоном. Ну, это нормально вообще? 19 науки имеем. Вот, я понял, с бедной 11. Естественно, этот великий ученый мой будет. Ну, начинают. Что-то весь таймер ходишь. Ну, так, конечно. У меня нет милитари. По военной мощи я, походу, первый на самом деле. Так, ну что тут? Что тут? Что тут? Давайте, наверное, вот так делаем. Дальше так. И подходим. Этот лечится. Ну, и здесь шахту надо, наверное, вот на этой клетке делать. Так, тут надо защищать этого поселенца. Так, я и не исследовал территорию. Непонятно пока. Так, еще. Давайте, наверное, Рейну возьмем. Скоро быстрее получает новые клетки. Посадим Чинджу. Так, что тут поселенцы строим. Варвард, пока ничего нового. Пока ничего не меняем. Я еще, наверное, поставлю поселенца. Как минимум, у одного строится. Потому что выглядит, что тут где-то город можно поставить и тут. Поэтому надо расселиться. Чем быстрее, тем лучше. А я смотрю, что остальные, наверное, что-то не особо расселяется. Так, интересно, кого он будет обсуждать. Прачники. Да, ну вот лучники, конечно, тут не очень приятное соседство. Соседство. Блин. Надо отходить. Да, и боюсь, что этого убьют. Скорее всего. Или этого, или этого убьют. Кого-то одного из них. Так, ну, лояльности никакой. То есть уже нету лояльности. А раньше была. Надо вот сюда ставить город вести. У нас, наверное, еще одного поселенца. У нас, наверное, еще одного поселенца, и потом только работа. Хотя, может, рабочего вообще купить. 120. Знаете, что, наверное, надо покупать. Хотя мне надо эту клетку выкупать еще. Ладно, подождем. Вообще шаг. Лучше желательно все вокруг. Вокруг салона все строить, как вы понимаете. То есть вот это все вырубать. И строить всякие улучшения. Ну, кому убьют. Да. Так, тут отходим. Так, у нас стремление. Мы заработали. Открыли технологию стрельбы из лука. Может, кстати, апнуть пращника. Потому что, ну, тут тяжелые варвы. Надо как-то поселенца проводить. Так, это озеро и это озеро. Куда нам ставить город лучше? Ага, есть тут все-таки лояльность какая-то. Так, ну, пока так пойду. О, конечно, кто-то закончил. Ну, больше так хватит мне поселенцев. Давайте. Давайте строителей. И тут строителей. Строить строителей именно для того, чтобы вот вокруг салона получать все плюшки, которые он дает. То есть надо вокруг салона обработать клетки. Можно быстрее, все возможное. Так. Давайте думать, где мне ставить... Наверное, правительственную площадь вот тут на скоте поставлю. На скоту. На скоте. Надо вырубать, конечно, будет это дело. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.